В сквере ЮНОС открылась новая экспозиция. Они сражались за Родину. На 48 фотоколлажах представлены основные битвы той страшной войны. Их герои – наши с вами земляки. Пехота, моряки, летчики, танкисты, связисты, медики – все они встали на защиту Родины и смогли отвоевать для нас, потомков, мирное небо над головой. Новая экспозиция подготовлена сотрудниками районного историко-культурного центра совместно с жителями Ленинского городского округа. Все фотографии люди приносили сами, либо их родственники приносили сами. Таким образом прогровался фонд историко-культурного центра. До последних дней мы делали выставку, люди до последнего момента приносили нам какие-то фотографии, какие-то письма. На выставке представлены портреты всех героев Советского Союза, которые так или иначе связаны с Видным и Ленинским городским округом. Причем в небольшой справке указано, за участие в какой именно битве ему вручили звезду героя. Маркин, опять-таки Сергей, который был танкистом, который был тяжело ранен в танке, и он сумел выбраться из танка, и уже умирающий на броне своего танка написал смертельно раненый. Я умираю, моя Родина, партия победят. На открытии экспозиции присутствовали дети ветеранов, которые бережно хранят военные воспоминания своих отцов и матерей. Отец Татьяны Григорьевны Пескуновой, будущий строитель московского коксугазового завода Григорий Васильевич Семенов, во время войны служил в танковых войсках. Был два раза ранен, но выжил и дошел до Берлина. Под Берлином он был ранен второй раз уже. Вот здесь 9 мая, под Рестагом, вот как раз его просто фашисты, они закрыли свои пушки, и папа не видел. Они подбили папу танк, но папа успел раздавить одну пушку. Дочь Егора Никифоровича Подчипаева, любовь уверена, ее отец, служивший в морской стрелковой бригаде и получивший сильнейшие ранения осколком снаряда, в Польше в 1944 году выжил благодаря святому письму, которое солдаты переписывали друг у друга и хранили в нагрудном кармане. Это очень тяжелые были гангрены, делали четыре раза пересадку кожи на ноги, и в общем никак все это не прирасталось, и он лежал в двух госпиталях Польши и в двух госпиталях России. Оценить экспозицию в сквере «Юность» можно до конца февраля. После выставка отправиться в путешествие по видновским школам. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.